Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Водка Книга Балалайка. Меня зовут Игорь. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про книги, которые я прочитал в январе. По сути, это у нас с вами получается первое прочитанное в 2024 году. И оно на самом деле разочаровывающее, потому что книги были так себе, особенно в моем любимом направлении детективов и триллеров. Но об этом мы с вами поговорим чуть попозже. И постепенно. А, и еще должен сделать небольшую ремарку вначале, что будет несколько книг, которые я прочитал еще в декабре, но я вам здесь на канале еще не успел про них рассказать. Поэтому такие книги тоже будут встречаться. Ну что, давайте переходить к прочитанному. И начнем мы с вами как раз с тех самых триллеров, которые я прочитал в январе. Их пять штук. И они все, ну, по большей части, как-то вот, ну, никакие. Вот не знаю. У меня, по сути, не так много книг вызвали какие-то эмоции. Некоторые были, которые я вообще прочитал, и абсолютно ничего не испытал от них. Какие-то вот прям совсем средние истории я прочитал в январе. И первая книга это моя любимая Бернадет Энн Перрис «Психотерапевт». На эту книжку я возлагал большие надежды. На самом деле из триллеров она у меня была последняя в январе, потому что я уже как-то, знаете, подразочаровался в моем читательском январе. И думаю, ну, вот возьму того автора, который меня точно не подведет. Который вот точно прям как-то скрасит мою читательскую жизнь. И я взял новинку от Бернадет Эн Перрис. Но не произошло той магии, к сожалению. Я у Бернадет Эн Перрис читаю все книги. Мы все книги здесь с вами обсуждаем. И моя любовь началась с книги «За закрытой дверью». Мне эта история очень понравилась. Но на самом деле все последующие книги, которые я читал, если сравнивать, то «За закрытой дверью», вот как-то по моим личным ощущениям пока это самая сильная работа у этого автора. И написать что-то лучше и превзойти «За закрытой дверью», по моим ощущениям, как-то ей пока не удалось. А вот самая худшая книга в творчестве автора теперь это «Психотерапевт». Здесь у нас есть главная героиня, которая с мужем переезжает в новый дом. Все казалось замечательно до того момента, когда главная героиня узнает о том, что в этом доме было совершено преступление. Погибла молодая девушка. И с этого момента главная героиня циклится на этой смерти и не может больше ничем заниматься, ни о чем думать, не продолжать никакую жизнь, а только думает об этой смерти и пытается разобраться и найти этого преступника. Мотивация героини слабая. Вообще, в принципе, какие-то умозаключения этой героини, они очень слабые. И в целом она какая-то неорганичная, что ли, получилась. И вот прям откровенные перекосы в повествовании, когда, например, главная героиня, она вот прям просто до какой-то паранойи подозревает одних людей и совершенно игнорирует какие-то красные флаги, игнорирует то, что делают другие люди. Она им доверяет. Они вот у нее близкие, они рядом с ней, но она в них не видит ничего. Но при этом она вот прям зациклена, она как олень на свет вот мчится вот с этими, значит, с одними и теми же подозреваемыми. Это странно, как минимум. Не знаю, может быть, это делалось, чтобы нам было как-то удивительно к финалу, чтобы мы прям не ожидали, что антагонист такой. Но когда есть такой перекос в подозрениях, откровенный, мы, кстати, это видели с вами в кровавом ранчо, например, в романе, то сразу понимаешь, что ну нет, ну не может так быть. И, собственно, вот как раз история это такая. И, опять же, знаете, в какой-то момент такое ощущение, как будто книга просто зациклилась. Как будто, знаете, змея укусила себя за хвост, и мы по этому кругу ходим и ходим. Одно и то же, ничего не происходит. Главная героиня все сходит и сходит в своих этих умозаключениях с ума. И, мне кажется, и я уже вместе с этой героиней тоже схожу с ума уже от того, что просто здесь ничего не происходит. Не знаю, в целом мне показалась очень слабая, очень какая-то посредственная работа. Я от Бернаде Тенперис такого не ожидал. Она меня подвела и разочаровала, на самом деле. Но читать дальше ее книжки я не брошу. Как вы понимаете, это у нас такие зависимые уже с ней отношения. Следующая книга, опять же, я тоже взял, потому что это вторая книга. Из цикла, первая книга мне понравилась, думаю, возьму продолжение. И продолжение меня тоже подразочаровало. И это Изабелла Мальдонада «Высокосный убийца». Опять же, название. Ну, когда читать эту книгу, как не в феврале этого года, высокосного года, конечно же. И к тому же, Изабелла Мальдонада нам с вами знакома по книге «Шифр». Книгу «Шифр» мы с вами обсуждали. А там главная героиня Нина Геррера была. И она, помните, играла в кошки-мышки с серийным убийцей. Этот серийный убийца был нацелен на эту нашу Нину Геррера. И она когда-то давно попадала в его лапы, но она единственная, кто выбралась. И серийный убийца в книге «Шифр» пытался как раз исправить эту оплошность. Интересно, увлекательно, опять же, вот эта связка главной героини и серийного убийцы, она работала в книге «Шифр». Но в «Высокосном убийце» эта связка не работает. Потому что Изабелла Мальдонада, она решила пойти по точно такому же пути, как в книге «Шифр». И, знаете, вот когда это точечная работа, это здорово, это увлекательно. Но когда у тебя цикл, и вторая книга из цикла, и происходит то же самое, и опять эта несчастная Нина Геррера опять связана с этим маньяком, опять узнают из ее прошлого, что ее прошлое тоже там связано с этими маньяками, опять это для нее личное дело, это уже похоже немножечко на абсурд. И, знаете, и по итогу из книг этого цикла, вот жизнь Нины Геррера, это просто, вы знаете, лечь и плакать. Вот больше ничего, ну, насколько нужно быть неудачной, чтобы вот так все сложилось в твоей жизни. Ну, это уже, ну, не то. Ну, как-то вот, не знаю, вот как по мне, Изабелла Мальдонада с этой книгой вот как-то, ну, зашла не в ту дверь, скажем так. Потому что, ну, не работает этот прием. Если в шифре он работал, то второй раз подряд это ружье, оно уже не стреляет. И по сюжету, что у нас здесь есть? У нас здесь есть убийца, который раз в 4 года совершает преступление. Но, опять же, детективы не сразу доходят, что это серийный преступник, потому что свое место преступления этот антагонист обстряпывает под суицид. И по итогу получается, что на месте преступления обнаружено тело младенца, тело мужа убитого, и жену он оформил так, как будто она сама выстрелила себе в голову. И было таких несколько дел, и нашим главным героям полицейским потребовалось время, чтобы соотнести и собрать это все в серию. И теперь остается главная загадка, почему этот убийца совершает свои преступления раз в 4 года, 29 февраля только, почему он своими жертвами выбирает именно семьи с маленькими детьми, почему он это собственно делает, и кто самый этот антагонист. Опять же, необходимо понять. Как вы поняли из моего предыдущего абзаца рассказа, это связано с Ниной Геррерой, с ее личностью, с ее прошлым, опять же. И в целом, вот как-то, мне кажется, эта работа получилась бы интересней и серьезней, и не такой какой-то абсурдной, что ли, если бы Изабелла Мальдонадо не стала приплетать личность Нины Геррера вот в это дело. Если бы Нина Геррера была просто следователем, просто главным детективом, который ищет этого самого антагониста, потому что в целом сам антагонист, он яркий, он интересный, у него достаточно самобытная история такая, и объяснение, и мотивация, почему он делает это, опять же, тоже у него такие достаточные для книги. И вот эта связка, она вот, мне кажется, была совершенно ни к чему, вот как-то, ну, перемудрила, как будто бы Изабелла Мальдонадо, и пыталась применить все приемы работающие, которые только есть, в одну эту историю. И вот мне кажется, что это с ней сыграло злую шутку. И, по сути, история, у которой хороший потенциал, была, как по мне, испорчена. И у нас с вами осталось три триллера, которые, вот, они совершенно никакие, вот они безликие для меня получились. И, на самом деле, я думаю, что спустя месяц я сюжет их совершенно не вспомню. И первая книга – это Эндрю Клейбен, «Когда приходит Рождество». Эту книгу я вам показывал в предновогодних покупках. Я так радовался, что, наконец-то, есть какие-то рождественские детективы, которые можно читать еще, новинки какие-то в этом направлении. И вот я взялся, и взялся, собственно, и опустился. Что по сюжету? У нас есть главный герой, который работает что-то типа преподавателем на филологическом факультете, но при этом про него ходят слухи, что он агент МИ-6, что он какой-то шпион, какой-то абсурд уже начинается с этого момента. И еще нам указывают на то, что у этого нашего главного героя просто какой-то уникальный мозг. Но на это он сам нам указывает, только исключительно он сам. Он везде об этом говорит, о том, что у него гениальный мозг, и что он может расследовать преступления. И к нему обращается его старая знакомая, старая возлюбленная, которая работает адвокатом, и эта старая возлюбленная помогает оправдать ее подопечного. Дело все в том, что была убита молодая девушка, и возлюбленный, который сейчас под стражей, который является подопечным как раз вот этой героине, он признался в убийстве, но при этом адвокат ему не верит. И говорит о том, что вот она обращается к этому главному герою, чтобы он помог доказать невиновность признавшегося преступника. Она говорит, здесь что-то не так, нужно раскопать. И вот наш этот рыцарь, с гениальным мозгом вооружившись, начинает это расследование. Дальше происходит какая-то мудотня, если честно. Очень нудно, очень скучно, очень много клише. Вот они прям все самые банальные клише, они все собраны здесь. И что касается детективного жанра, так и в целом какой-то литературы. Опять же, русские здесь встречаются. Ну какие здесь русские? Ну конечно, водку в кофе добавляют. Ну чего, что не делайте так? Всегда же пьете водку. А здесь русские всегда добавляют, даже не коньяк они добавляют в кофе, они добавляют в водку. И вот, ну знаете, это вот во многом говорит об этой работе. Вот она такая, она избитая, она клишированная. А здесь тоже попытались в какой-то неожиданный финал, но он не неожиданный. Здесь к этому все шло достаточно давно. По мере того, как вот мы раскрывали это дело, какие-то там у нас зацепки появлялись, было очевидно, что финал он вот такой и никакой иначе. Здесь не может быть другой финал. Поэтому я вот просто дочитывал, чтобы удостовериться, что да, вот действительно здесь вот так. И все. И ничего больше вот не могу сказать на самом деле про эту историю. Было скучно, было уныло, было клишировано, закончилось и слава богу. Дальше у нас книга «Сталкер из Сурея» Биба Пирс. Вот знаете, здесь на самом деле эту книгу ничего лучше не описывать, чем благодарности автора. Просто первая строчка из благодарностей. Хотя само написание этого романа не отняло у меня много времени, работа над текстом шла долго. Биба Пирс написала вскользь эту книгу в промежутках между своими основными делами. И это сказывается, и это очевидно, и это понятно, и это видно. И все, собственно, вот знаете, ничего больше не могу опять же сказать про эту историю. Вот она абсолютно безликая, и это одно огромное детективное клише. Вот все. Она, знаете, здесь на самом деле Биба Пирс очень хитро поступила, потому что есть вот определенные рыбы, которые работают, которые ты потом, на которые нанизываешь вот это детективное мясо, и получается роман. Но сами вот эти сценарии, они существуют, они известны. И Биба Пирс, не будь дурой, взяла один из таких сценариев и бахнула, как свой роман, и все. Ну а что-то сделать интереснее, как-то разнообразить это все, она, к сожалению, не стала. Ну потому что, опять же, понимаете, ну когда у нее много других, по всей видимости, дел. Не книжки, что она здесь писать вам собиралась. И, ну что касается сюжета, у нас здесь есть маньяк, который похищает, убивает девушек. И тут же обнаружены их тела. Необходимо найти и поймать этого маньяка. Самая банальная, самая примитивная, скучная, неинтересная история. По объему она вот, опять же, такая же. Здесь вот ничего нет. Знаете, вот я бы хотел найти какие-то зацепки, чтобы как-то вот куда-то вытянуть этот роман. Но их нет. Вот их нет. Это просто абсолютно безликая клишированная история. И, знаете, вот если даже, когда приходит Рождество, там хоть что-то вот мы с вами могли обсудить, то здесь вот мне даже обсуждать нечего. Вот настолько она никакая. И, наверное, лучшая среди худших, мы теперь такими категориями с вами обсуждаем триллеры, это Элейна Уркхарт, ловушка для птицелова. Здесь что случилось? Здесь случилась интересная история. Здесь получилась история с потенциалом. И у нее есть, в принципе, сильные стороны. Но все разбилось о том, что Элейна Уркхарт не прописала персонажей. То ли не хватило писательского мастерства, то ли не посчитала нужным. Но по итогу и антагонист, и главная героиня – это два пустых места, за которыми, ну, неинтересно наблюдать, и на место которых можно поставить абсолютно кого угодно. По сюжету у нас здесь есть серийный убийца, который ловит своих жертв, ставит над ними различные медицинские эксперименты, и потом избавляется от них. И причем, знаете, самое жуткое еще, когда этот маньяк, он похищает жертв, приносит к себе домой в подвал, он называет, что они у него в гостях, они у него гости. И он вот над ними измывается, и затем избавляется от этих тел. И у нас есть главная героиня – патологоанатом. И, опять же, постепенно мы с вами узнаем о том, что у этой главной героини есть тайна прошлого, есть определенная травма. И это во многом продиктовало тот жизненный путь, который она выбрала. И, естественно, главная задача – понять, кто антагонист, почему, зачем, и как главная героиня с ним связана. И, собственно, она и ведет расследование, патологоанатом. Ну, не ведет прямо, а принимает участие в этом расследовании. И на самом деле вот история с потенциалом. Могла бы быть история не хуже, чем шифр Изабеллы Мальдонадо, потому что, в целом, да, мы с вами понимаем, что сюжетный ход и сюжетный сценарий во многом похож и у той книги, и у этой. Но если у Изабеллы Мальдонадо мы проникаемся этими героями, мы узнаем их, мы понимаем, мы как-то сближаемся с Ниной Геррера, потому что мы в различных стрессовых ситуациях рядом с ней бываем, и она уже как родная, то здесь такого не происходит. Вот просто потому что сами эти герои, вот они абсолютно безликие. И даже не спасло то, что выстроена достаточно хорошая история антагониста, история его прошлого и его становления. Она здесь тоже нам рассказывается. И то есть у этого всего есть большой потенциал. Это могло бы быть здоровским. И здесь даже у антагониста есть прозвище Болотный Мясник, по-моему. Это сейчас мне откуда-то пришло. По-моему, так его звали. И здесь есть завязка на продолжение. Но какое продолжение? Не знаю, если вот сами герои, они не впечатлили меня. Вот на самом деле, вот как я вам уже сказал, вот любого другого героя, поставь на место этой нашей главной героини, патолога Анатома, все будет точно так же, по сути. Автор не наделила их какими-то вот личностными чертами, какими-то личностными характеристиками. Они вот просто какие-то вот люди-функции, вот как мне показалось. И поэтому, конечно, это сыграло злую шутку с этой историей, как по мне. И история, у которой есть потенциал, которая могла бы быть отличным триллером, она, к сожалению, вот стала для меня, ну, хоть и лучшей, но из худших. И на самом деле, ну да, никакую другую книгу я не могу выделить из триллеров. А вот как раз только что ловушка для птицелова. Ну, опять же, знаете, хотя, может быть, я делал поправку на то, что людям, которые не искушены в детективных и триллерных жанрах, вот может быть, ловушка для птицелова, она, может быть, понравится. Может такое быть. Ну, а нам с вами, уже которые так четко во всем этом разбираются, нам с вами эта история слабовата. Дальше, со мной в январе случилось несколько фэнтезийно-мистических историй. И, кстати, во многом они спасли мой читательский месяц, потому что только как раз вот эти книги я и могу выделить, и которые стали для меня лучшими книгами месяца. И первая история, это Юлия Макс Дахштайн. Здесь у нас будет главный герой, Дэниел. И самое главное место действия, это Прага. И вот как раз атмосфера Праги, она передана великолепно. Местами даже, знаете, ее было как будто и многовато. Но, опять же, это все так подходит этой истории, этому антуражу, поэтому я не буду вносить это как минус. Наоборот, для меня вот сама атмосфера Праги, она здесь была огромным плюсом. И вот Дэниел, который живет в Праге, он получает неожиданно наследство. Оказывается, что он наследник чернокнижника доктора Фауста. И ему переходит огромный особняк в центре Праги. И как только он получает свое наследство, с ним начинает происходить чертовщина. И оказывается, что он наследник не только имущества, но и магический наследник Фауста. И теперь он становится мишенью для охоты ведьм, для охоты Люцифера и Тайного Ордена Ватикана. Все эти три группировки, они хотят заполучить Дэниела для своих личных корыстных целей. И что же будет с Дэниелом, как раз мы узнаем из этой истории. В целом, история увлекательная, история интересная. Единственное, что мне в самом характере... Вот я, знаете, я как-то не понял самого Дэниела как будто. Нет, в первой половине истории он мне понятен. Это 21-летний юноша, достаточно заурядный, понятный, типичный. То есть к нему вопросов не возникает. А вот во второй половине, когда с ним происходит определенная трансформация в результате вот всех мистических и жутких событий, которые с ним происходят, мне он стал совершенно непонятен. И мне стала совершенно непонятна его логика, его поступки. Он, ну, во-первых, он как будто просто переключился, а во-вторых, как будто попытки его каких-то моральных терзаний, они не то чтобы удались в этой истории, как вот мне показалось. Как будто бы нужно было больше уделить внимание вот этим самым внутренним терзаниям, внутренним диалогам Дэниела. А по сути, вторая половина книга, она превратилась в кровавое месиво, которое устраивает участники этих историй, скажем так. То есть да, эта история достаточно жуткая, история достаточно кровавая. И на самом деле, мне кажется, даже была периодами излишне кровавая. То есть какие-то сцены можно было бы и подурезать. Но они есть, они здесь присутствуют, они придают определенную жуткую атмосферу этой книге. И в целом история мне понравилась. Мне было увлекательно следить за этими приключениями, увлекательно было узнать, чем все-таки закончится эта история, что же будет. А, и еще один минус вспомнил, вот не могу не сказать, потому что Люцифер здесь очень слабый. Его здесь зовут Фер Люций, и он как-то вот не удался, мне кажется. Все-таки это более сильная фигура, более мощная. А здесь он получился какой-то, знаете, ну вот такой домашний нытикабьюзер, как будто. И все, что можно про него сказать. И как-то он легко сдался, с ним легко расправились. И все, что он делал, это только третировал Лилит, и все. Как-то вот сам образ Люцифера в этой истории для меня вот как-то стал минусом, наверное. Потому что мне бы хотелось более, ну как-то более понятную нам фигуру, что ли. Более очевидную, чем вот то, что нам преподнесли. Но опять же, знаете, это на вкус и цвет. Это авторская задумка в виде так Люцифера. Ну, значит так. А в целом история мне понравилась. Могу ли я ее рекомендовать к прочтению? Конечно же могу. Особенно если хотите какие-то мистические истории, кровавые, с приключениями, с различными локациями, то вот Дахштайн можете брать. Еще одна мистическая история, которую я прочитал. И это альтерат и миссия для усопших Евгении Кретовой. Эта история мне также понравилась, увлекательно. Прочитал я ее буквально на одном дыхании. Я даже не понял, как я ее прочитал. Но опять же, про Евгению Кретову мы с вами говорили совсем недавно в лучших книгах. Я вам отмечал этого автора, я вам рассказывал, что мне очень нравится читать ее произведения, потому что они легко написаны, они кинематографичны и они увлекательны. Они затягивают в себя просто вот от головы до самых пяток. И выбраться из этих историй просто невозможно. Так же у меня случилось и с альтератами миссия для усопших. И что касается сюжета, у нас здесь есть главная героиня Лера Ушакова, и она альтерат. Альтерат, то есть иная, у нее есть особые способности. И способности Леры Ушаковой это сопровождать мертвых. Она может видеть мертвых, может с ними разговаривать, может передавать какие-то их весточки, может помогать им мстить за их смерть. То есть она может взаимодействовать с миром мертвых. И достаточно долгое время Лера Ушакова, она игнорирует эту свою способность, считает это наказанием. И так происходит до определенного момента. В один из дней к ней приходит мертвая женщина, они заключают определенную сделку, и Лера Ушакова начинает ей помогать. И так она связывает свою жизнь как раз с миром мертвых. И здесь еще происходят жуткие мистические события, опять же, которые подтолкнули Леру к этой сделке. И они происходят с подругами Леры. И вот как раз, чтобы спасти своих друзей, Лера на это идет. И как раз тема дружбы, она по сути здесь главная в этой истории, как мне показалось. Тема дружбы, тема доверия, тема взаимовыручки, она вот здесь просто красной нитью проходит через все повествование, через все ситуации, в которых оказываются главные герои. И как раз вот тема доверия, тема дружбы, это главное, что здесь их объединяет, и что, собственно, и помогает справиться со всеми невзгодами и со всеми проблемами, в которых главный герой оказывается. И таким образом, знаете, мне вот эта история, эта нравится и за плотность повествования, за динамику, за события, которые здесь происходят, за вот эту мистическую составляющую. Но в то же самое время, она мне нравится и за свою смысловую составляющую, за вот какие-то посылы, за какие-то темы, которые поднимаются в этой истории, которые важны, которые необходимо обсуждать. И опять же, мы с вами понимаем, что это более подростковая история, это подростковая мистика, и вот как раз такие темы, они необходимы просто в подобных книгах, как мне кажется, и вот автору удалось идеально совместить и вот эту мистическую оболочку, и наполнить ее какими-то смыслами. Вот мне показалось, что это идеальное сочетание. И в целом, знаете, я могу вам порекомендовать эту книгу точно, и особенно, если вы читали «Мертвый месяц» Лады Кутузовой, если эта книга вам понравилась, это тоже у нас такая подростковая мистика, то вот альтераты, мне кажется, что вам тоже должны понравиться. И заключительная книга в этом видео, и заключительная книга в моем книжном январе, это «Зови меня Волком» Лина Славянова. Эту книгу я прочитал в электронке, причем совершенно случайно, я как-то на нее наткнулся, и думаю, дай попробую, дай гляну, одни вот глазком, чуть-чуть. И я как начал, так эта книга меня вовлекла, и я больше не смог из нее выбраться. И там по сюжету у нас есть главный герой, наемник, зовут его Волк, естественно. И Волк вместе со своими напарниками, группа наемников получает задание, и задание это достаточно жестокое, и направлено оно против князя и его наследника. И они это задание выполняют. И после этого весь план летит на смарку, все идет наперекосяк, и теперь каждый сам за себя, и каждый должен попытаться выбраться из тех передряг, в которых они оказались. Но, конечно, фокус нашего внимания на Волке, на наемнике, на то, что с ним происходит, в какие приключения он оказывается вовлечен, а это прям действительно настоящие приключения. Он путешествует по миру, и за счет как раз вот этих путешествий нам рассказывают в целом вот это мироустройство, нас погружают в этот мир. Я не могу сказать, что он как-то основан на славянской мифологии. Мне показалось, нет. Но в то же самое время он пропитан как будто славянской атмосферой. Вот, наверное, так бы я правильнее сказал бы про эту книгу. Славянская атмосфера какая-то, она там точно присутствует. И Волк оказывается в различных передрягах, но он достаточно такой жестокий наемник, но в то же самое время у него есть и светлые черты. И вот образ этого Волка, на самом деле, мне кажется, это как раз вот такой яркий плюс этой истории, потому что этого героя невозможно однозначно описать. Его невозможно однозначно охарактеризовать. Нельзя сказать, он герой или он антигерой. Он что-то вот между. Он не белый и не черный, он серый. А, серый как Волк, да? Вот мы в своих рассуждениях и пришли к этому выводу. Все понятно, все здорово. Но вот как раз вот образ этого Волка это то, что мне в этой истории понравилось больше всего. Но опять же, история получилась достаточно динамичная и было много различных сцен, было много кровавых сцен. Должен, кстати, вас, да, предупредить, что повествование достаточно жестокое в этой истории. И в целом я вот с этой историей прям отлично провел время. Я как погрузился, так и не выныривал из этого мира. Путешествовал, следил, сражался. Все со мной было, все я там был. И в целом история очень увлекательная. Ну что, друзья, это были все книги, которые я прочитал в январе. Обязательно делитесь теми книгами, которые вы прочитали в январе. Какие книги вам понравились, какие книги вам не понравились. И в целом, как вы можете охарактеризовать свой читательский январь. Вот у меня он получился, ну вот, вот такой какой-то. А какой у вас, обязательно пишите. Мне это очень интересно. И, конечно, друзья, я вам напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где всех я вас, конечно же, жду. Кроме того, напоминаю, что я активно веду Бусти. И мы там с вами постоянно на неделе встречаемся. И там мы с вами совместно смотрим последнего героя, новые серии. И, кроме того, я вам там показываю глобальную перестановку книг. А, и провожу еще книжные розыгрыши. Собираю циклы, которые мне не нужны. И разыгрываю между подписчиками на Бусти. Так что, обязательно подписывайтесь на мой Бусти и принимайте участие в розыгрыше. Ну и, конечно, если это видео вам понравилось, то не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вдруг до сих пор еще этого не сделали. И до новых встреч, и до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok